В кошмар, понимаете, всю жизнь мою, моей семьи, из-за того, что с местных следственных действий происходила утечка информации в СМИ, умерла моя мама, услышав это по телевизору. Понимаете, что происходит в Санкт-Петербурге? Мне машину сожгли до этого. И все вот это, все это, все Питер наш с вами родной. Пожалуйста, я очень прошу вас, обратите внимание на Питер и на обманутых дольщиков не только Петербурга, но и Ленинградской области, и всей страны. Я даже не знаю, давайте мы вместе с вами, мы такие же люди, как и вы, мы не страшны, мы не кусаемся. Приезжайте в Питер, встретитесь с активистами, мы вам расскажем правду. Понимаете, все как есть на самом деле, без этих липовых отчетов, без этих дорожных карт, хилькиных грамот, которые они публикуют на своих сайтах, чиновники по всей стране, со мной на связи, дольщики обманутые. Мы просто практически со всех регионов, у нас огромный актив уже организовался. Убедительная просьба, это даже не вопрос, это крик о помощи. Помогите, пожалуйста, обманутым дольщикам. И по следствию, по моему мужу, пожалуйста. Вы связываете убийство вашего мужа с вашей деятельностью по поводу защиты интереса дочери? Я это связываю только с этим. Я обещаю, что обязательно уделю этому внимание. Обязательно. Даже не сомневайтесь. Это первое. Значит, второе. Второе. По поводу самой проблемы, которую вы подняли. Садитесь, пожалуйста. Она действительно очень острая. Это даёт мне повод сказать немножко шире о проблеме и о строительной отрасли. Вы знаете, это никогда не закончится. Никогда просто. Если мы не наведём здесь порядка и не перейдём к цивилизованным способам жилищного строительства. Действительно, перед отраслью стоит задача 120 миллионов квадратных метров строить. Но мы должны обязательно прекратить вот эту практику привлечения денег граждан соответственно за тем поведением, связанным с их расходованием этих денег. Ведь что получается? Да, мы держим относительно низкий профиль стоимости жилья. Но за счёт чего? За счёт того, что кто-то получает это жильё по относительно низким ценам. Но в том числе это происходит за счёт того, что у части людей деньги изымаются, и они вообще ничего не получают. Ни денег, ни жилья. Вот в чём корень проблемы и корень зла. Поэтому нам нужно, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли. Даже если это приведёт к некоторому снижению в строительном секторе. Или даже приведёт к определённому повышению. Но без этого нам никогда будет не навести порядок. Нужно переходить к банковскому финансированию, к кредитованию отрасли нормальным цивилизованным способом. Иначе это не закончится никогда. Ну а те люди, которые попали в сложную ситуацию в связи с тем, что деньги отдали, а жильё не получили, конечно, этим людям, безусловно, нужно помочь. И не нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы. Ясно, я с вами согласен в том, что даже цифры, которые сейчас показываются, цифры обманутых дольщиков и величины проблемы, они не бьются с реалиями. В реалии проблема острее, чем она показана в документах. Что касается ситуации конкретно, вот в вашем вопросе, я, конечно, не знаю конкретно этих домов, но мы посмотрим. И я с исполняющим обязанностей тоже, когда он так по этому поговорил, он человек очень опытный, Александр Ильич, он в состоянии разобраться с этим. Надеюсь, что ситуация поправится. Во всяком случае, может не сомневаться, что это будет предметом нашего с ним разговора. И первое, что произойдет, это он с вами встретится.